Ты ведь знал Илюху Туза? Знал. Давно, правда? Он к свободе подался. А недавно сообщили мне, что сгинул он. Ну, а меня не узнаёшь случайно? Нет, не узнаю. А что, должен был узнать? А, погоди! Это ты его вещи по просьбе Макса отослал. Мне тут как раз сообщение приятель прислал. Ты молодец, конечно. Да я не про то совсем. Мне в вещах дело. Вот ведь непруха какая. Ну почему так? Только начнёшь понимать что-то, как человека уже нет. И выяснить у него ничего нельзя. Только кажется, что вот-вот сейчас что-то узнаю. Что вот же оно. Уже рядом. И снова облом. Круглом одни обломы. Это точно. В жизни вообще преимущественно одни обломы. Так уж устроено. А уж в зоне и подавно. Но что-то нас всё-таки радует. Приятель мой забыл тебя отблагодарить. Так вот. Я ему тут кое-что собирал по его просьбе. Он просил всё тебе отдать. Держи. Два аккумулятора и 150 бронебойных 762. Это, по-моему, очень жирная награда. Ну, или скажем так, она для меня полезна. Это однозначно. 762 аккумуляторы, которые у меня садятся. Я думаю, что если у меня будет сетка на 3 артефакта. И все они будут одновременно работать, то это будет ужас. Аккумулятор будет садиться очень быстро. Ещё же ПНВ можно включать. Ой, батюшка. Кстати, что-то лежит, что-ли, под самолётом. Сходим, посмотрим. Чё, серьёзно? Вылет? Я, кстати, теперь лысым должен денег. Вчера за кадром я пытался с ним поиграть. Наивно полагаю, что я что-то выиграю. Но нет, я проиграл. А мне нужны были деньги, чтобы оплатить аренду. Поэтому пришлось перезагружаться. Ладно. Значит так. Долг возвращаем. И забираем артефакты. Да, так и было обговорено. Ну а что эти деньги? Ну деньги и деньги. Артефакты нужнее. Всё. Разряженный аккумулятор можно оставить. А заряженный с собой таскать. Ещё есть работы? Нет. У бармена тоже нет. Кто-то мне сказал, что на самом деле с этими вещами всё-таки есть квест. Но опять, как всегда. Кто-то говорит что-то. А мне теперь думай головой. Мне кажется, надо мной уже просто прикалываются. Знаешь, там что-то говорят. Чтобы я размышлял на этот счёт. Но это глупо. То, что у кого-то есть квест. У друга этого Илюхи Туза в Тёной Долине квеста не было. Хотя я приходил к нему с вещами. Во-вторых. Ну типа мне эти вещи надо было принести обратно вот этому свободовцу. Грише к кузнецу или как его там зовут. Ну серьёзно что ли? То есть мне Макс Свободовец отдал, чтобы я донёс Сидру. А я потом возвращаю это свободовцу, который наоборот как бы радуется. И доволен, что я кому-то отнёс. Короче нет, это какая-то глупость с этими вещами личными. Хотя я был бы только рад, если бы было какое-то разветвление, что на самом деле можно так поступить. Кстати, мне уже и подсказали, и я сам понимаю, что когда вот так лежит один предмет в ящике. Ну лучше его не брать. Тем более вот в этом ящике тут почти никогда ничего не появляется. Но по факту почти никогда и ничего. Но я не помню, чтобы я хоть раз это что-то заставал. А тут бинтик такой одинокий лежит. Не-не-не-не-не. Это может быть метка. Очень велико вероятно, что это метка. Ну и нахрен. В конце концов я немного потеряю, если там один бинт пропущу. А сколько я потеряю, если это метка? Угу, поэтому нет. Спасибо. Работы нет, тогда дай мне ящик мой. Что будем делать? Предлагаю все еще оставить себе калаш. Хлопушки убираем. Дальше сюда я прятал свои щупальцы. Сюда я прятал свою шкуру выделанную. Ох, еще убираем эти бронебойки. Я так рад прям, что мне их столько дают. Мне прям игра намекает. Но опять-таки, пока бегу с калашом. Также стоило бы взять водки. В общем, я беру себе 5 водки и обменяю эту водку на гранаты F1. Хотя 5, конечно, может много. Ну может 3 обменяю, 2 водки буду с собой так таскать, на всякий случай. В общем-то и все. Что мне еще делать? Может разряженный аккумулятор убрать? С другой стороны его можно зарядить на кордоне. Ну а что мне с перегрузом-то бегать? Казалось бы, ничего такого у меня нет, а перегруз. Это из-за артефактов. На хутор долг пришел. Зачем? Вообще-то он уже ушел оттуда. Зачем дизинфу пускать? Итак, у меня есть классный крови и классная колючка. Смотри. Ух ты блин, сколько же у меня тут всего? Уже ничего не помещается. Ну каменный цветок все равно нигде не используется. Надо таскать с собой арты. Что у меня вообще по колючкам? Вот у меня есть одна. Ладно, я предлагаю отсюда убрать колючку четвертого разряда. Оставить пятую. Якобы она там в будущем не пригодится для варки чего-то. Пружины что ли? Для пустышки? А сюда убираем вот эту колючку четвертого разряда. И ее я, ну может быть для варки буду использовать. Только уже не каких-то там пустышек, а чего-то более приземленного. Так, ну и в общем-то все. Что еще? Отсюда я ничего убрать не могу. Сюда ничего тоже. Ну, грави. Мне сказали носить с собой грави. Потому что, ну, дополнительный вес. Ну, может быть. Может быть. Ладно. Все. 55 килограмм. Все равно, конечно, я близок к перегрузу. Кстати, можешь там все-таки взять абакан. Тоже видел такие советы в комментариях. У Шерстюка. Если он, конечно, там будет. Представляешь, его не будет? Ну, вот как раз абакан. 15 бутылок. В принципе, ближайшее время мне не предвидится, куда девать водку. 15 бутылок. Чего бы нет. О, видишь, уже перегруз. Ну, и можно тюхать аккумулятор, грави. И уже как бы, опа, 64. Не перегруз. Возьму абакан. Там еще возьму себе мосинку и буду вообще на лютом перегрузе ходить. О, у меня ящик забаговался. А абакан он типа лучше по урону, думаете? Наверное, да. Все. Я готов. Шкуру плотей взял. А дуванчик есть. Это отдам дедушке. Будем надеяться, что по пути я найду медузу для варки души одной. А мне нужно два третьего уровня. Другому сталкеру. За обычную севу. Ладно, будет видно. А ну-ка, как я бегаю? Хм. В принципе, даже, ну, устаю, конечно. Это тебе не с артефактом на вносливость бегать. Ну-ка, если я его поставлю. Может, он здесь не будет кончаться? Нет, все-таки устаю. Вот поэтому нужен пояс на два арта. Вот если бы у меня сейчас была вторая ячейка, я бы бахнул в одну гравию, в другую. Забывай, как арт называется. Вспышку. Все. Бегал бы, как пуля. А сейчас? Также боги можно наменять. У Арни? Ага. Нет у него богов. Ясно, гадина. Ну, говорили, вроде дешево. Хотя и мои патроны он тоже дешево берет. О, болотные плоти, кстати, появились. Слушай, может пойти их же мыхнуть? Я, конечно, сомневаюсь, что где-то еще нужны будут выделанные шкуры. О, здорово. Иди, иди, иди ко мне, дорогая. Одна готова. И там еще одна. Подарки есть? Есть подарки. Ох, какая ты хорошая, спасибо. Причем у них всегда падает глаз и шкира. У них не бывает, что просто глаз выпал. Ну иди, иди, ты куда? Ты что, больная, кругами будешь бегать? Дорогуша. Ну и, конечно, бесполезно стрелять в задницу. Надо в глаз стрелять. Давай, 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 давай. Патронов, конечно, много потратил. Да, еще ничего не выпало с нее. Но зато, плюс шкура, плюс глаз. Шкура, кстати, денег стоит, между прочим. Ну ладно. В итоге, патронов остался всего один магазин, неполный тоже. Ладно. Мои ребята живы? А еще собака какая-то напала. Я за них все время переживаю. Правда, не знаю, мне кажется, коряга по сюжету не понадобится больше. Ты блин. Кажется, много я патронов трачу в молоко. Все, я 11 патронов потратил на эту газину. Ну, опять-таки, плюс хвостик. Четыре хвоста. Может, у Сидорчика весь на шесть хвостов выпадет, вы думаете? Ну и обычно эта собака тут одна не ходит. Ну да, кошак. Кошак пустой. Знаете, чего я больше всего боюсь на агропроме? Я думаю, знаете, что умрет мастер. И я поэтому всегда оттягиваю момент ходьбы на агропром. Потому что я знаю, что я тут потрачу два часа времени, чтобы засейвить мастера. Не знаю. Вообще, он должен уйти в санаторий луч. Но что-то не уходит. Скорее всего, он ждет x18, пока я схожу. Скорее всего. Так, артефактов тут нет. В этом месте я находил целых два хороших арта. Это огненный шар в одной из серий. Причем в давнишних сериях там. И также тут я находил каменный цветок пятого разряда. Что, как вы понимаете, очень даже жирно. Угу, три головешки, один хвост. Что-то мне вот медузы не падают. Мне очень надо медузу, но, как назло, ее нет. А еще, как назло, сегодня может не быть черстюка. У него же тоже какое-то свое расписание. А я его не знаю. Да, уже слышно шмальбу. Ребята, держитесь, я сейчас приду. Теперь загрузился, чтобы мутанты замешкались там. Знаете, такое бывает при перезагрузке. А наши, наоборот, может быть, настучали им куда-нибудь там. Ах, кровосос. Ах, не попал. Ну, как можно было сейчас не попасть, а? Ну, это только я так мог. Или лимончик надо было кидать. Не, кровь есть-то, конечно, но я не в голову попал явно. Вот он, все. Готовьте сейчас это. Ах, как я ненавижу эту херню. Где он? Ага. А кровотек-то откуда? Ха, у нас есть очень хороший арт для кровотека. От кровотек, который прям супер быстро останавливает. Ну, в принципе, тут вообще два кровососа может быть. Конечно, ничего. Еще бы. Ну, вот я одного замочил, думаю, другого они замочили. Причем он частенько сюда убегает. Идем и молимся, чтобы мастер выжил. Что это еще за долговец, кстати? Это долговцы с блокпостом, что ли? Похоже на то. Но трупа мастера не вижу тут, по крайней мере. А ну, Пуля, ты? Ефрейтор Бром. А, это ты? Здорово, приятель. Как-то не сложилось все. А что не сложилось? Да так, ушел я из долга. Надоело. Это им не так, то не эдак. Устроили казарму. А у меня душа, она требует. А эти? Ну, понятно. И что теперь? Планы-то какие? Поглядим. Есть пара человек, с которыми можно дела иметь. И ведь всякое муштры и хождение строим. Поглядим. Насчет позаработать. Ой, ну, ребят. Ну, конечно, круто, но на янтарь переться. Не-не-не-не-не. Ребят, пока давай не будем. Уже, ну, мы сколько мотаемся, пора в X18 сходить. Если я пойду к ученым на янтарь, это еще целая серия. Че грустишь? Ой, тут много текста. Собрались они как-то в поход втроем. Ромка, Саня и вот этот Бром. У Санька АК-74, а Ромка с Абаканом именно им ходит всегда. В общем, сидят они и что-то нехорошее предчувствуют. Зарядили оружие, нацепили фонарики и двинули вперед. А, тут, оказывается, бухать надо. А сколько выпить-то надо? Я могу пожертвовать, с счастью, конечно, водоки. В общем, шли они шли, значит, крались. И тут пошумели, после чего Санька хапнул кровосос. Ну, а Ромка и Бром убежали, а Санек там и остался. Говорит, давай за него выпьем. Ну, давай. Жалко Санька, может, еще по одной? Че-мм, ладно. Ладно, и по третий, да? Ха, ты надоел! Я всего лишь две лимонки, что ли, возьму? Так, а тут сон какой-то новый, что ли? По-моему, новый какой-то страшный. Или я видел его уже? Мертвый монолитец какой-то. Слушай, главное, чтобы меня не обограли. Аккумулятор разряжен, артефакт издох. Подожди, а что я за это получил-то в итоге? Я не понимаю. Ну, помянули мы, а дальше-то что? Ну, конечно, кто знал, ребят? Подожди, а вот сейф этот перед сном. Мне кажется, это уже после сна. Да, это уже после сна. А! Да иди ты в задницу! Подкрался сзади. А вот была бы у меня сейчас Мосинка с оптикой, я бы ему как в голову дал, в щелку бы там попал куда-нибудь. А, выработал он крово. Ну, смотрите, а что я предлагаю-то? Сохраниться тут надо, спрятать арты. И посмотреть, все-таки, может, бухалка с ним что-то даст? Какие-то сюрпризы, подарки. Но, походу, мастер ушел. Смотри-ка, нет мастера нигде. Трупа его тоже нет. Скорее всего, вот он занял место мастера, а мастер, вероятно, слинял санаторий луч. Правда, не знаем, что послужило триггером. Это же после чего-то должно было произойти. После X-18, например. Кстати, представляете, говорят, ящики после выброса спавниса. Ха, как артефакты. Я в этом месте уже несколько раз ящики разбивал, а они вот опять появляются и появляются. Бинтик, надеюсь, это не метка. Слушай, нигде нет трупа мастера. Пришел Бром. Будем надеяться, что мастер жив. Так, все убираем, все выключаем. Арты хорошие, красивые. Прячем. А, сейчас мне двух хватило. Так, охренеть, поспали до ночи. Что, опять вылет? Нет, все нормально. Так мы же будут на складах, посмотрю. Ты, если на складах будешь, может, глянешь там по дороге в деревню. Вдруг мой спас еще лежит где-то. А может, по дороге в бар, где посел. Не в себе я был, не помню. Поняли, что? Ну, короче, смотри, я так много водки тратить не могу. Ну, в общем, я понял. Да, тут бы поспать, кстати. Вот, пожалуйста. Сейчас минус в том, что у меня нет спального мешка. Потому что тут я поспать не могу. Что странно, кстати. Уже делали бы возможность тут поспать. Ибо я не выдерживаю, в общем, три бутылки. И, как видите, заваливаюсь. Засыпаю. А может, энергетик бахнет? Он, типа, может, часть всталася снимает. Ну, вообще, это квест. От брома на спас там какой-то. Почему бы не взять? Ага, все, можно поспать. Круто. Ладно, давай попробуем бахнуть энергоз. Вот он, родненький. Ох, как пошел процесс. Ну и давай. Не, зевает. Не-не-не, все, не вариант. Видите, спит, зараза. Черстюк, да на месте. Так, а там химеры нет? Странно. Она тут постоянно появляется. Ну что, дорогой друг, сейчас мы с тобой будем делать обменчик. Что и тут артефактов не видно. Грустнота. Но невозможно вот тут, в стороне болот. Тут может быть арт вот на болотах самих может быть арт. Ну, либо вообще не заспавнился. Такое же тоже может быть. Короче, автомат. Бабаканчик, 15 пузырей. У, абакан, зато теперь у меня есть. Ну, ребята, посоветовали в комментариях. Я думаю, ну давай. Дура бы много весит. О, зато магазин целый. Автомат абакан. Я надеюсь, он реально лучше по характеристикам. У него есть в модуле ласточкин хвост, кстати. То есть, потенциально сюда можно вбахнуть прицел. Глушитель, подствольный гранатомёт. Но сюда глушитель не ставится. Режим огня, магазин. Ну и всё, как у людей. В общем, абакан. Выглядит он очень даже стильно. Красиво. Ну и всё. Заряжаем. У, какой. Красота. Режим по два патрона есть, но я поставлю по одному. По два удобен. Каких-нибудь из кабанов в бачи нужно ехать. Всё. Ну и остаётся у меня ещё 5 водок, 3 из которых на бум. Я потрачу на получение квеста, значит, я могу всего 2 водки потратить на гранаты F1. F-ка. Давай бутылку получше гранату. Что всё-таки значит пока? Вот помните, это было написано пока? За одну водку одна F-ка пока. Вот так было написано. Типа, я могу какой-то крутой квест выполнить, и он начнёт со мной, так как выгоднее как-то меняться, или наоборот, инфляция может прийти, и там одна F-ка уже будет стоить 2 водки. Вот и думай головой. Да, конечно, я думал, все 5 F-к возьму. Ну или побольше. Ну ничего. 2 F-ки это тоже нормально. 2 и 2 ещё в запасе. То есть, суммарно 4. Это очень хорошо. Плюс, не забывайте, 21 заряд Vogue. Ну, что, а мало, что ли? По-моему, шикарно. Всё, 3 водки оставляю, и поехали. Ух ты, блин! Всё, это смерть. А что они набросились-то? Затем, что ли, с ума сошли? Минус магазин у меня. Ладно, поехали. Как раз через их поле пройдём. Раз уж их теперь тут не осталось. И на ЗХ? На ЗХ. Ух ты, как бегает. 10 патронов. Ну, там часть патронов в голову ему полетела. Одно копыто. Думаю, там бы тоже нашёл копыто, но не хочу в этой... Куча возится радиоактивной. Из жоп кабанов. Представляешь, лазить среди жоп кабанов. Ковыряться. Ну, и в идеале, опять-таки, да, надо было бы сходить на болото, посмотреть там артефакты, но мне так лень. Но я так не хочу, потому что боюсь, что я приду, там ничего не будет. Представляете, это минус время. Кому это надо? Всё равно толком не разгрузился, всё равно перегруз. Вот так вот. Всё, ЗХ. Ух ты, как она лапкой, блин, так. А, ну да, блин, подкралась незаметно. Смотрите, на ворон сверху. Видимо, бахнули энергетика сталкерского из ящика. И летают теперь как, не знаю кто. Ладно. Ну, набрасываются. Раном с переходом, конечно. Классно, вы их поставили. Да я даже пушку не успеваю достать. Смотри, смотри, смотри. Опа, опа, обманул. Иду с другой стороны. Да не дунуй ты. Ну всё. Кошаков перестрелял. Теперь надо проверять, есть ли на ЗХ у нас артефакты. В принципе, мне кажется, что я знаю уже все места. А, ещё один. Ну, ничего страшного, локация маленькая. Пройдёмся, посмотрим. Может, что и найдём. Ну, абаканчик, конечно, сасный. Ну, абаканчик, конечно, красивый. Если, опять-таки, у него больше урона, чем у моего обычного АК-74, то это вообще замечательно. Потому что, ну, всё-таки 5-45 калибр хуже, чем 7-2, очевидно, по урону. А тут абаканчик бы своим уроном чуть-чуть постарался это компенсировать. Кошаки опять нападают. Ну, ладно, на ЗХ, что ли, ни одного тайника не будет. Выброс же недавно прошёл. Э! Нормально мне так затемнило. О, чё, у меня двоение пошло? Да. Ну, слушай, сейчас я у пожилого человека посплю как раз. По этому поводу не переживайте. Может, сразу так к пожилому пойдём? Ну, а может, всё-таки посмотрим тут. Проверим место. Я хожу как мёртвая черепаха. Ну что, пожилой человек, привет. Наконец-то я пришёл. Фух, долго же я опёрся. Но, наконец-то я могу сдать этот квест. По-моему, я убрал на стриме, да, этот квест? Или видосики? Вроде на стриме. Степаныч попросил меня за Мосинку с прицелом. Три выделанные шкуры и артефакт третьего уровня. Ну что, Адуванчик, твое время пришло. Большое спасибо тебе за службу. Ты меня в своё время очень выручил. Но сейчас, к сожалению, или к счастью, я тебя отдаю. Наверное, к счастью, потому что, мне кажется, детство что-то сделает с этим артефактом. Степаныч, а ну напомни. Что я тебе там за Мосинку с прицелом обещал? Три шкуры выделанные. Ну и артефакт хороший. Принёс я и шкуры, и артефакт. Всё как договаривались. Показывай винтовку. Опа, аж игра подвисла. Прощай, Адуванчик, всё. Держи Мосинку и прицел. За то, что уважил старого. И на тебе ещё патронов крыху. Яны мне ЦПР без потребы. 20 патронов, глушитель даже. А за глушитель вообще была речь. А за это отдельное спасибо. Будь здоров, Степаныч. 20 патронов. Ну да, немножко другие патроны. 7,62, 54. Для автомата немножко иная. Другие патроны. Ну что, Мосинка, ребят, поздравляю. Наверное. А ну-ка, давай посмотрим, что она вообще сама по себе. Вот такая вот дура. Опа, опа, опа. Ага. Не, наверное, лучше давай поспим, а потом посмотрим. А то что-то... А, всё, до встречи. То есть диалогов у него новых нет. Сохраняемся возле его костра. Походу, придётся играть ночью. Всё, спим. Я даже будильник не стал ставить. Пусть выспится нормально. Всё, я проснулся. Время у нас 3 часа ночи. Не, ну в принципе-то всё видно. Да, дедушка пожилой молчит всё так же. Ладно, дедуль, пока. Большое спасибо за гостеприимство. Чайник перевёрнутый у него. Серьёзно, что ли? Оптики. А, ну давай фонарик зажгем. Хотя фонарик особый что-то. Что светит, что не светит. Батарейка, видимо, садится. Давай, ладно, оптику ставим. Прицел ПЕ. Вот он, значит. Какая красота, Саре. Ну, конечно, его колбасит. Тут вверх-вниз. Это, конечно, грустная тема. Но вроде как... Вот, Саре, тут есть такая тема, как навык владения оружием. Который раскачивается, чем дольше ты там с пушкой ходишь, пользуешься ей и так далее. Что-то вроде я от кого-то слышал. А вроде бы и не слышал. Опа. В любом случае, дать в голову. Но упор-то точно, конечно, можно. На атаке выцелить можно. Сел так на картаны. И, в принципе, на одной точке более-менее можно фокусироваться. Также глушитель. Ну, вообще, глушитель, по идее, режет урон. Вообще, глушитель на мусинку. Такой в реальности существовало. Ну, наверное, существовало, конечно. Ну, ладно, теперь глушитель тоже есть. Ну, и 20 патронов, как дедушка сказал. Все это дело весит у нас. Теперь 64 килограмма. Ну, и как бы вот. Дальше что? А дальше медузки нет. Вот что. В прошлый раз, вроде как, я где-то тут находил артефакт. Но не сейчас. Что вообще за проклятие какое-то? Вы смотрите, сколько уже время прошло. Сколько локаций прошел. И ни один арт не нашел. Это что такое? Сраную медузку бы. Ох ты, тварь. Набежали. Ладно, что делаем дальше? Во-первых, вот сварки. Я застопорился на медузе. Можно махнуть рукой все-таки сварить медузу? Я просто не помню, что там конкретно мне мешало это сделать. Нужна электро. Рецепты. Просто коготь бюрера-то потихонечку пропадает такими темпами. Душа из электро. У нас есть, в принципе, все. Кроме ломти мяса. Ломать мясо. Либо из трамплина. Вот таким вот образом. А у нас нету крови камня, да? Нет, кровь камня-то у нас есть. У нас нет слизняка. У нас нет слизи. Вот она. Одна единственная. Да, так-то кровь камня есть. Поэтому там только другим рецептом можно пользоваться. Вот этим вот. Рука зомби должна быть. Ну все, в принципе, должно быть. Кроме медузы. А медуза из колючки. Ну все остальное у нас тоже есть. Осталось найти, собственно говоря, электру. Где же нам эту дрянь найти? Ну в идеале я мог бы сейчас отправиться на болото за бензином. Ну а так? Мне нужно идти обратно. Где? А, ну да, получается. Прямо на лестнице. Где же еще? Куча аномалий понавтыкали. Еще и тут. Господи, как мне пройти-то? Но электры нет. Но это закон подлости, кстати. Вот всегда. Когда тебе что-то нужно, ты хрен найдешь. А когда это не надо, оно и тут, и там попадается. На постоянной основе. Ну ладно, не переживайте. Электру еще найдем. Так, ну что все-таки делаем? Идем ли мы на болото за бензином и оттуда на кордон? Ну либо нам просто возвращаться на свалку. Далее в бар, сбагривать барахло. Ну и перец потихоньку уже в С-17. Я все-таки бы сходил за бензином. Потому что мне кажется, что... Да, это впадлу делось. Это лень делось. Но если бы у меня не было этой водки, я бы сейчас не взял обаканчик себе. Ну ай. Ну хотя с другой стороны, ты же на перегрузе дурак. Да, причем на сильном перегрузе. Ну так, 64 килограмма. Ну в общем, спорный момент. Я могу и арта найти. Галости, если так можно выразиться. Голод. Типа, чем я голоднее, тем я быстрее устаю. Вот поставил грави. Будем надеяться, что я там что-нибудь найду где-нибудь. А там он, кстати, довольно быстро ходит. Ходит так, как я бегаю, когда уставший. Слушай, а с другой стороны, я же хотел вернуться на агропром за квестом. Нет, ну потенциально его можно отложить, если он не исчезнет. Типа, все равно я не скоро собираюсь на армейские склады. Главное, чтобы этот квест реально там не был временным. А я потом смог в любое время вернуться да взять. Ну что, тушканчики, встречайте меня. Здесь своей бригадой. Видели, что тут в камышах светится? И, кстати, опять нет сообщения от Юрия Семецкого. Вот один раз было и все. За всю игру, за 27 дней, у меня только один раз было сообщение от Семецкого. Слизь. Ай! Нельзя умирать, нельзя умирать, потому что артефакт может пропасть. Да иди нахрен! Да набежали со всех сторон! Ну как обычно, в принципе, еще. А, так тут можно углубиться. Все главное, чтобы пушка не выпала из рук. Последний патрон достреливаю. Ну что, еще кто-нибудь? Зараза, за мой слизняк со мной драться решили, а? Почти все патроны потратил. Сходил, блин. Ладно, что там по артефакту? Будем надеяться, что он хорошего разряда. Обжегся. Ай, первого разряда. Ну подожди, там мне для чего-то же нужен был слизняк, да? Ну, типа, если не варить медузу, то да, можно через слизняк. То есть, слизняк и кровь в камне. Можно пустить, если варить, ломать мясо. Как-то иначе. То есть, без медузы. Или я что-то путаю? Ну да. Все, вот я поэтому не хотел варить через этот рецепт. Потому что у меня слизняк мой ходовой. Я его использую. А вот теперь у меня есть говелый слизняк. И причем, если собаки и мышки прибежали. Типа, если уж у меня нет этих ингредиентов. Но и все есть. Мы, конечно, посмотрим. А так еще ни хрена ни с кого не падает. Да вы что, смеетесь, что ли? Сколько здесь собак? Восемь и ни со мной нету хвоста. Вот и такое бывает, ребят. Хоть божечку дали. Все, ищем трамплин теперь. Что у нас вообще там, кстати, по килограммам? Все так же. Ищем в срочном порядке трамплин. О, а тут как раз электро. Та самая, которая нужна была мне для варки медузы, да? Я уже не буду варить медузу. Потому что я уже могу сразу сварить через трамплин. А вот это... Нет, это не трамплин. Это воронка вроде. В нее засасывается, да. Все, теперь... Вот смотри, мне не нужна электро, и она попалась. Ну это, я же говорю, закон подлости. Прямо смотрите, как все. А вот теперь попробую трамплин найти. То же самое сейчас будем. Хренову тучу времени тратить. Можно? Все нормально? Опа, долговец стоит. Сохраняемся? Тут прям, смотри, много людей. Видимо, на ночь отдыхают. Ну и правильно, чиновники шлятся по кровососам. Надо частенько проверять у них торговлю. Но надо это делать, если у тебя есть деньги. Чтобы артефакты, возможно, выторговать. Так, по поводу долговцев. Кто это? Анекдот. Ну давай анекдот. Генетики попытались совместить неуязвимость химеры, способ питания кровососа и возможность контролера. Вот так они заново создали тещу. ААААААААААААААА Ты что, долговец? Мужики, вы чего? Ух ты, сколько их тут прям. Привет. Чего, морду воротишь, как будто не знакомы. Ну опять, это один и тот же прием использует всю игру. Типа, меня кто-то узнает. Это уже раз третий или четвертый. Сейчас, когда я скажу, что я с грузовика смерти, он скажет, а ладно, извини, я обознался. А я? А что такое? Не я же. Ты, говорят, Зубу дорогу перешёл. Вроде он даже заказ на тебя пытался втурить за хорошие бабки. Нам, говорят, в зоне не нужны ходячие танки. А я похож на танк. Слушай, раз такое дело, расскажи, а то у меня что-то с головой после поездки на грузовике смерти. Ну не помню, кто я, хоть убей. Ты меня танком назвал? Это чё, Стёп такой? Правда он в грузовике ехал? А, да, вспомнил. Зуб же про другого говорил. Что-то есть такое между вами невыловимое. Но это точно не ты. Ну, пожалуйста, один и тот же приём всю игру теперь будут, видимо, использовать. Ну хорошо. А где главный-то ваш? Не пойму. Должен быть здесь, но чё-то нет. Ещё одна электрон, пожалуйста. Одна за одной. Ну нет, вы не соблазните меня сварить Миддлзу. Что-то я не могу найти главного этой группы, а именно черепа. Потому что, ну это как бы группа черепа. Они припёрлись сюда, на болото, в мехдвор. Но черепа нет. То есть есть все, но не череп. А между прочим, череп может давать квестики. Но он не мог сдохнуть. Я только с ним поговорил и сразу убежал. То есть на армейских он не мог умереть, на хуторе там где-то. Всё, этот вопрос мы решили, никакой вражды. Они сюда шли в оффлайне. То есть их не могли там где-то по пути закрыть с мутантами. Это всё было, так скажем, оффлайн. Но он не мог умереть. И вот сейчас я вдруг смотрю, а черепа-то нет. А его группа есть. Как-то понять. Может, типа, слишком много людей на точке? Или он позже появится? Может, он как будто отсюда прётся? Да нет, уже много дней прошло. Его группа пришла, он тоже должен был прийти. Просто вдруг он там самыми ножками потопал, и его сожрали плоти. Очень странные дела, ребят. Я вообще не хочу переигрывать. Ну, вроде как, в будущем-то и не нужен. С ним так, можно просто поболтать. Какой-то квест взять. Рандомный. Наверное, а-ля, пойди принеси. Ну, ё-моё. В общем, пишите в комментарии свои соображения. Может, он реально позже дойдёт, или как, или что? Но без черепа мне свет не имел. Мог ли он, когда я только пришёл на локацию, пока тут с собаками бодался, куда-то убежать? Не знаю, в кровососовку и там подохнуть. А с другой стороны, ну чё ему бежать? Сейф мой тут есть, если что. Может, он сюда куда-то побежал? Тут же кабаны, он бегает, загрузили его. А с другой стороны, он в экзоскелете. Ты не слышал, я никаких выстрелов, пока шёл сюда? Кстати, я выстрелил себе патроны, практически. Что мне теперь с Мосинкой бегать? Вот и думай головой, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова